Какие бы мне это настройки графики поставить, что бы мне это поставить, ну как бы мне там как что-то поставить, там вот это такое вот поставить, что-то понизить, повысить, чтобы вот хоть немножко полтора фпса мне добавилось. Всем здорова, мои дорогие победители, привет два ядра 3 гига игровая видеокарта. Сегодня в этом ролике я вам просто на все как детям скормлю и в ротик заложу ту информацию, почему приставки нового поколения, Xbox Series и PlayStation 5 во много раз лучше и адекватнее, нежели PC Gamer, нежели ПК, понимаете. Вот, потому что все же у нас такие ПК, такие победители, вот все они говорят, да фу, да там не тянет 4К, а он меня тянет, но у самого сидит компьютер, который мама 20 лет назад покупала для рафератов, для рафератов ему компьютер покупала, сидит клизмой и этот пыль из нее сдует, да, с видеокарты старые уже паленые, понимаешь. И он говорит, что фу, приставки это говно, а ПК победитель. Нет, я в этом ролике еще раз повторю, я вам сейчас вам докажу и покажу, почему ПК гейминг в этом году, вообще, ну в этом, давайте, в этом поколении вообще не рулит и вообще не предназначен для игр. Вот, как бы это бы плохо бы не звучало, понимаете. Вот, и все из-за чего, из-за этого майнингового бума, из-за майнингового, почему видеокарты нормальные, игровые, которые должны быть у нормального геймера сейчас, да, нормальные должны стоять. Вот, почему они в несколько раз, в 5-6 раз дороже стали. И, извините меня, не надо мне тут лапшу на уши вешать, что тебе мамка, да, что тебе мамка купила видеокарту, там, почти за 4 тысячи долларов, понимаешь. Вот твою батю машина дешевле стоит, нежели ты там себе в комментариях возомнил, что у тебя видеокарта по 4 тысячи долларов, понимаете. Я в этом ролике объясню, почему в этом поколении вообще, да, в ближайших лет 6-7 приставки PlayStation 5 и Xbox Series будет намного лучше и более приспособлены для игр, нежели это пока. К сожалению, это так. Вот, рыночек, как говорится, порешал. Не вы в этом, конечно, виноваты, вот, а виноваты вот такие вот случаи. Вот, давайте сейчас посмотрим, подойдем к монитору и посмотрим, почему все-таки PlayStation 5 и Xbox Series это настоящие игровые платформы, вот, а ПК, к сожалению, это... Хе-хе-хе, все, все. ПК это не игровая платформа сейчас. ПК это платформа для, не знаю, вообще какой-то элиты, которой в мире, наверное, 1%, потому что, если посмотреть по стиму, да, владельцы каких-то, например, RTX 3080, да, всего лишь 1%, все сидят на 1060, 1060, 1050, вот так вот, максимум, 1080, все это, ну, такой уже предел, понимаешь, вот. А владельцев каких-то карт RTX всего лишь 1%, вот. Ну, ты к этому проценту навряд ли относишься, а если относишься, могу тебя поздравить, наверное, ты просто вовремя успел, у тебя просто были бабки, ты купил. Все, пошли, я сейчас вам докажу и объясню, почему все-таки консоли, консоли, да, лучше, чем ваш 2 ядра, 3 гига игровая видеокарта. Погнали. Ну что, дорогие мои бандиты, давайте посмотрим, сколько же стоят видеокарты, рекомендована их цена и цена, по которой сейчас, к сожалению, продают эти видеокарты и дешевле они не станут, да. Вот это, когда задается нам вопрос, что же все-таки лучше взять себе игровую приставку, купя которую мы даже не будем париться там на протяжении 6-7 лет по поводу настроя графики, да, потому что мы сами прекрасно все это знаем, и только тупой может не понять, что разработчики игр ориентируются в первую очередь на приставки, на игровые, а потом уже они подкручивают все, что возможно, ну, для ПК, для видеокарт, которых у вас нет, к сожалению. Давайте посмотрим, давай посмотрим, да, например, GeForce 3060 на официальном сайте, вот это настоящие цены, по которым якобы рекомендованы должны продаваться приставки, то есть видеокарты, да. Смотрим, вот GeForce RTX 3060T, 40 тысяч, это 533 доллара, так, это должна быть 3060T, продаваться 533 доллара. Что мы видим в итоге, вот, эта видеокарта, ты ее сможешь купить только за, это цены в белорусских рублях, ну, у нас одинаково, это такой, как Авито, да, я вам сейчас переведу, это, ну, это настоящие вот магазины, которые вот сертифицированы, якобы, у них все видеокарты можно купить, вот, пожалуйста, продается за 2300 долларов. Ту видеокарту, которая стоит, должна стоить 533 доллара, да, пусть 600, пусть там надбавка, что-то там какие-то, я не знаю, НДС, пусть 600 долларов, да, 600 долларов она должна, она стоит 2300 долларов. Ну, как тебе такой победитель? Ну, это нормальная игровая система, а это не изменится, в этом поколении не изменится, понимаете? Максимум, на что можно рассчитывать, это на то, что майнеры начнут сдавать свои видеокарты, которые были, ну, майнились, криптовалюта на них, они будут сдавать уже без гарантии вам. Короче, вот этот отработанный, никому не нужен материал, и то цена шибко на них не упадет. Ну, будет не 2300 долларов, а будет 1300 долларов, понимаете? За вот этот вот кусок говна, как говорится. Идем дальше, смотрим, сколько же, вот, хочу я купить себе за 45 тысяч, это за, там, ну, тоже за, ну, тут небольшая разбежка тут, что долларов, за 700 долларов хочу 30-70 себе купить. Вот, смотрим, 30-70, пожалуйста, у нас стоит 6 тысяч от 6 тысяч рублей, ну, это почти 2800 долларов, 2800 долларов, и ты получишь карту 30-70. Ну, логику вы видите, вот вам, ваш ПК-победитель, и не надо мне писать, что у вас такие видеокарты, нет, у вас у большинства таких видеокарт, и я это вам докажу. Я вам покажу сейчас пример, я просто обосную полностью свое вот это вот мнение, почему приставки сейчас, PlayStation 5 и Xbox Series, намного лучше, это для настоящей геймерской, такая забава, а не вот это, вот, понимаете, видеокарты по 3000 долларов. Идем дальше, давай, вот, мы решили купить 30-80, ладно уже, пить так пить, как говорится, ебать так королеву, давай сейчас купим себе 30-80, вот у меня есть, короче, у меня есть, пусть у меня 75 тысяч есть, да, пусть у меня есть 1000 долларов, вот, ниже 63 порекомендованный. А я готов переплатить, я готов за 75 купить. Смотрим, открываем, короче, 1000 долларов у меня есть на кармане, а тут такая вот цена, 9400, это если перевести на Россию, ну, то есть на доллары, это получается у нас 4500 долларов. Видеокарта должна стоить 1000 долларов, RTX 3080, но купить я ее смогу, Рис, за 5000 долларов, 3000 долларов переплата. Ну, как вам такой поворот, ПК-победители? Вот именно, понимаете, я, я все прекрасно понимаю, если бы, если бы, да кабы, у бабушки были яйца, она бы была дедушкой, да, но если бы вот эти вот видеокарты без майнинга у бума стоили бы вот эту цену, это просто на все прекрасное было предложение, я считаю, для геймера. Вот тогда бы концули сосать, вот тогда бы концули сосать, понимаешь, было, а теперь, к сожалению, ПК сосать, и пока рынок загибается, я не знаю, как, как, черт пойми, что, вот, вот вам и вся, как один, там, один, предводитель тюленя нам говорил, ПК это настоящая игровая платформа, а, полноценная игровая платформа, он сказал, я вижу, блядь, какая она полноценная, она полноценная, нет, не полноценных, наверное, идем дальше, ладно, ладно, я тут, короче, в школе, блядь, мы насосали, блядь, короче, за пирожки себе, решили бы купить себе 3090, это почти 2000 долларов, да, вот она, RTX, 3090, 2000 долларов, окей, покупаешь RTX 3090, она стоит, блядь, почти 5500 долларов, 5500, ну, как вам, как вам видеокарта, как вам видеокарта, дороже машины, на которой, на которой катаются ваши родители, или на которой ты ездишь, понимаешь, и это вот, и это игра, и это игровые системы, это вот с этими картами, хотя бы, да, уже 3090 не будем, брат, да, возьмем себе 3080, это игровая, это игровая видеокарта для геймера, геймеры должны, ну, сидеть нормально, вот с такими видеокартами, понимаешь, она стоит 4500 долларов, это три таких видеокарты, квартиру можно себе купить, и вы мне будете говорить, вот эти пока победители, которые сидят себе, понимаешь, в интернете, там что-то, в интернете строчат, там, в ютубе пишут, да я, ха-ха, твоя консоль, ха-ха, не тянет, короче, трассировку, там, нечестная 4К, там, шахматный апскейл какой-то, там, черт пойми, что, ха, а мой ПК, ха-ха, мой ПК, у меня, короче, стоит, он 3080, я, короче, 4К, там, трассировочка, все по максимуму, понимаешь, я же говорю, я сам сидит с компьютером, который мама ему для рассиратов покупала, понимаете, я вам еще раз говорю, я вам сейчас это докажу, вот, понимаете, вот вам, так что мне проще, так мне, не проще ли мне купить, вот, смотрите, рекомендованная цена, например, на PlayStation 5, возьмем, я буду брать максимальную версию, это с дисководом, да, за 50 тысяч, потому что без дисковода стоит 40, на 10 тысяч дешевле, давайте возьмем максимальную, 50 тысяч, да, давайте с таким, так же мы пойдем, как по видеокартам, за рекомендованную сейчас цену ее практически не найти, но в магазинах, в магазинах, такие, как M-Video, Eldorado, у нас пятый элемент, они не набрасывали цены, как вот тут, вот, понимаешь, цены на видеокарты 4-5 раз дороже, не делают, ее можно как-нибудь урвать, еще купить, это намного ее проще купить в магазине, нежели видеокарту, видеокарту по рекомендуемой розничной цене, ну, ты просто, ну, это невозможно купить, если ты не какой-то там перекуп и кому-то не отбашливаешь, понимаешь, давай, 50 тысяч, так, смотрим, за сколько можно у нас купить, за 2, ты, это получается, ну, грубо говоря, за тысяча, тысяча двести долларов, да, вот, это уже, это цена перекупа, вот этих вот, как и в видеокарте показывал, да, ну, как перекупа, в магазины, которые купили по рекомендованной цене, ну, накрутили, чтобы им нажиться, короче, на лохах, на бедных, да, вот, и на мне также, вот, потому что я в общем это говорю, да, вот, 1200 долларов, смотрите, PlayStation 5, 1200 долларов у перекупа, так, смотрим, 3080 у перекупа, 4,5 тысячи долларов, 4,5 тысячи долларов, это ПК-победитель и 1200 приставку нового поколения, PlayStation 5, так, даже выгоднее получается купить PlayStation 5 у перекупов за 1200 долларов, да, ты купишь за 1200 долларов, если сравнить, например, 4,5 тысячи, да, и 1200, видишь разницу, да, так ты еще на разницу, что купишь себе приставку нового поколения, а Xbox'ы стоят дешевле, я вам покажу, а Xbox'ы, например, ладно, нам нужен геймпасс, у нас много времени, мы хотим играть, отличное тоже предложение, я считаю, еще дешевле стоит, меньше 1000 долларов, где-то примерно 900 долларов стоит, Microsoft Xbox Series X, это самая прокачанная консуль, понимаешь, семейство Xbox, 900 долларов, понимаешь, 4,5 тысячи долларов и 900 долларов, ну, давай уже 1000 возьмем, да, 3,5 тысячи разница, так, ты приобретешь себе Xbox Series X и за эти 3,5 тысячи долларов ты наберешь себе геймпасса до конца дней твоих, своих, понимаешь, ну, вот, и будешь играть, пожалуйста, там постоянно библиотека меняется, будешь играть в игры, эти игры будут максимально оптимизированы, да, постоянно, ты не будешь, да, это разница от телевизора, ты сидишь метра два, телевизор, ты не увидишь там где-то, где-то там, я не знаю, сглаживание лучше, где-то не лучше, понимаешь, нежели на пока, и на эту вот разницу, на 3,5 тысячи, на 500 долларов ты наберешь себе, а еще тем более мы же любим сейчас через Аргентину, наберем, короче, себе, через Аргентину, этот, утроим, пятерим, короче, и геймпасс, вот, на 500 долларов, и на 3000 долларов тебе на эксклюзивы, на какие-то ты захочешь себе купить, тебе до конца этого поколения 3000 долларов хватит, понимаешь, чтобы именно покупать то, чего у тебя, ну, блядь, ну, нету там, ну, невозможно как-то поиграть, вот, понимаете, теперь разница, вот, а начинка, начинка, например, что у Xbox Series X, да, и что у PlayStation 5, равноцельна примерно вот этой вот видеокарте за 3070, да, вот, RTX 3070 примерно, плюс-минус, вот, которая продается по 3000 долларов, понимаешь, так, вот, блядь, здравомыслящий человек, вот честно, ответ ты сам себе, блядь, да, который сейчас пришел, тут, наверное, мне дизлайков понаставлял, а хуешки тебе, YouTube убрал дизлайки, теперь только лайк, блядь, дизлайки не видно, вот, идем дальше, смотри, 3000 долларов, да, и, и 1000 долларов, так это только ты купишь, ну, тут не 3000 получается, тут получается где-то 2800, 2800 долларов, да, это только будет стоить видеокарта, а к этой видеокарте 100%, потому что у тебя же компьютер для рефератов, куплен, да, а к этой еще видеокарте тебе еще нужно будет купить материнку, память, SSD, ну, если мы сравним, берем уже, например, Xbox, да, SSD нужно купить, память на 3-байт, SSD-шечку на 3-байт, ну, как тебе, да, ну, блок питания, ну, и все, все, что нужно, там, целую коробку тебе собрать нужно, так, мало того, что ты за 2800 тебе придется купить карту, так тебе еще, чтобы нормально, чтобы под эту видеокарту собрать себе ПК-шечку, еще где-то долларов на 700, 800, а то и 1000 у нас тут кинуть, и тебе в итоге обойдется система, да, где-то, ну, под, ну, получается, 2800, по 3800, ну, и плюс там мышки, хуишки, короче, под 4000 долларов, ну, что ты на это скажешь? Ты, ответь, не будь ты, блядь, не будь ты, блядь, бздуном, ответь сам себе, ты готов, за эту систему, равноцельную, ну, равносильную примерно вот этому, да, ну, плюс-минус там, вот так вот оно, короче, играет, ты готов заплатить 4000 долларов? Ты готов заплатить? Хуя-то не готов, так что вот почему, PlayStation 5, Xbox Series, это лучшее игровое предложение, на данный момент, в 2021 серии, в 2028 году, это я тебе говорю, в лучшем случае, майнинговый бум не закончится, будьте реалистами, я, у тебя кто-то напишет, я подожду, сейчас, короче, цены упадут, я пойду, выкуплю, ты пойдешь, купишь болт, драны у майнера, который видеокарта майнилась, дохлая, вонючая, понимаешь, вот, ее купишь, в лучшем случае, а потом, блядь, через полгода, она у тебя, блядь, будешь новую покупать, вот, а сейчас кинут долларов 500, ну, тебе продадут там, не за 2500 долларов, за 2000 долларов, эта видеокарта, которая уже, блядь, все соки выжаты, понимаете, вот, теперь идем дальше, самое, какие же самые, вот я вам объясню, смотрите, на чем играет весь мир, чтобы вы понимали, что, а то у всех, у вас, как я не посмотрю, особенно, вот, в комментариях, у вас, у всех, вот, 30-80, вот, такие вот у вас стоят, вот, по, по 4,5 тысячи долларов, видеокарты, давай смотрим, данная стима, смотрим, на чем сидят, вообще, пока бояре наши, стим, самая распространенная, самая народная, игровая площадка, игровой магазин, смотрим, самое популярное, что у нас, мы здесь видим, что мы у нас, GeForce GTX 1060, а где же наши, хваленые 30, 80, 30, 70, 30, 60, где они, а их, нету, а их нету, потому что, нету этих видеокарт, теперь смотрим, теперь смотрим, я, захотел себе купить, 1060, из-за этого, маннингового бума, представляете, вот сколько она должна стоить, ну, долларов 100, наверное, вот, ну, цена этой видеокарты, за 100 долларов, слушай, если, если, за, если мы берем, получается, смотрим, если мы возьмем, 3060, ну, вот эту, да, за 533 доллара, да, это еще, просто 3060, обычная будет еще дешевле стоит, там, да, вот, где-то долларов 300 будет стоить, да, вот, 300 долларов, это 3060, так, смотрим, сколько стоит, у нас, 1050, даже не 1060, стоит 300 долларов, короче, 1650, 1650, стоит столько же, теперь, да, если купить, вот это вот, вот это у клопа, вот это 1650, стоит столько же, сколько будет стоить, новенький GeForce RTX 3060, понимаете, а если мы хочем немножечко получить себе видеокарту, мы смотрим, сколько 1660, 6 гигами оперативной, ну, памяти, да, она стоит, вот, такая сумма, а эта сумма, это у нас получается, друзья, 800 долларов, 1660 стоит 800 долларов, 1660 стоит дороже, ну, на уровне 3080, вы понимаете, теперь, и это, еще раз повторю, это не изменится, идем дальше, на, вот, на первом месте у нас, 1060, потом 1050, 1650, и вот, только на четвертом месте, 2060, теперь, давайте-ка мы посмотрим, давайте-ка мы посмотрим, где же у нас, RTX, вот, 2070, супер, черт пойми, на каком месте, давайте, я хочу найти, видеокарты 30 серии, ну, у вас же у всех 30 серии, кто пришли, сейчас, мне дизлайки понаставляли, да, кто считает, что приставки, нового поколения, это не лучший выбор, сейчас, для геймера, а я считаю, что лучше, смотрим, давайте-ка, 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 вот она, 3070, какое место, раз, два, три, четыре, пять, шесть, будем ли, 20 место, занимает 3070, у 1 процента, точка 33, 1.33 процента игроков, есть эта видеокарта, 3070, так, вот она, пожалуйста, 1 процент, точка 33, идем дальше, давайте же найдем, ну, у вас же 3080, 3070, это так, для лохов, да, скажете вы, давайте найдем, здесь у нас, 3080, а, а 3080, вот она у нас, у 0,82 процента, всего лишь игроков, вот, так, теперь, про какие ПК победы, вы мне будете говорить, и кто-то будет говорить, что ПК это лучшая, лучшая система, полноценная система, для игр, как сказал один знаменитый, у нас, тюлень, предводитель тюлени, это полноценный, он со мной спорил, у меня был, короче, конфликт, ну, так как конфликт, для меня, для меня это было в шутку, но люди восприялись, что я серьезно, и на них ругаюсь, вот, у меня был, и он, в ответном ролике, мне говорил, что, ну, как так, консуль это говно, приставки говно, ну, пластейшн 5 говно, иксбокс, ну, про иксбокс не говорил, он говорил, пластейшн 5 говно, давай уже будем честны, но, все-таки ПК это полноценная, игровая, так я ему там в этом ролике отвечаю, ты че, бля, Вася, когда-то твое ПК уже стало полноценным, я вижу, насколько вы полноценные, значит, ваш полноценных, вас, только 0,82%, и 100%, ПК БАЯРЬ, да хуя вас полноценных, бля, я смотрю, вообще, вы поняли теперь статистика, статистика-то решает, а вы мне же тут, Васе, пишете, что у вас видеокарты, я пойду сейчас на рынок, куплю, за 4,5 тысячи долларов себе, я к чему этот посыл, пацаны, если бы было, я же говорю, бабушке яйца, она была бы дедушкой, если бы вот эти цены, на самом деле, остались, если бы не мои, майнинговый бум, вот это бы, тогда бы я сказал бы, ПК, это полноценная игровая платформа, и сидеть только на ней, только на ней, не нужны нам вот эти вот, не нужны нам эти PlayStation, не нужны нам эти Xbox, понимаете, не нужны, вот, но такого не будет, рыночек-то порышал, майнинговый бум, биткоины, смойны, понимаете, вот и, пожалуйста, имеем, что имеем, и после этого, вы мне будете говорить, что Xbox или PlayStation хуже ПК, она лучше ПК, и ты на 7 лет забудешь, что такое вообще настройки графики, будешь играть в свое удовольствие, и не парись, и не сидеть, как шахматный кон, понимаешь, а то, видите ли, у них, у всех, вон я, я вижу, как у вас тут у всех, 0,82, вот, ну вот, я вам, я вам надеюсь, я вам пояснил и объяснил, почему все-таки PlayStation 5 и Xbox лучше, потому что он лучше, потому что купил раз, и на 7 лет не парюсь, потом ее взял, спулил, продал, спокойно же, например, я свой PlayStation 4 сразу, первый же день, ко мне сразу же приехали, ее забрали, сразу, понимаешь, ну нет такого, чтобы где-то я там, ай, цену высматривал, я поставил ту цену, которую я считаю, не дешевую поставил цену, не дешевую, приехали, сразу же забрали, вот, ну а, а вы что думаете по этому поводу, пишите, пожалуйста, я говорю, есть ли бы докобы, но, к сожалению, нужно быть реалистами, а не оптимистами, понимаешь, что сейчас подожду, манинговый бум спадет, потом возьмет, не возьмешь ты ее, не возьмешь ты никогда в жизни по этой цене, не будет такого, понимаешь, ты ее возьмешь, когда выйдет уже RTX 4000 серии, да, а ты себе возьмешь, вот по этой вот цене, майнинговую, которая, блядь, год или два было в майнинге, в лучшем случае, так что, ПК сосать, к сожалению, ну так оно и есть, и не надо мне тут топить, насмотрелись блогеров, ПК бояре вот этих, понимаешь, которым, которым их же 3080, 3700 прислали, что они сами купили, и прислала Nvidia, она всем присылала, Nvidia присылала всем, потому что, чтобы они их пропиарили, вот, откуда у них эти Founder Edition, да, кто-то купил, кто-то урвал, кто-то успел по этой цене, вот, ну а мы же, как всегда, сидим и ждем, но я немножко подожду, сейчас все скидки, может быть, там распродажа, какая-то зимняя, там в одном углу я возьмусь, ну взял, все, пожалуйста, так что, ПК сосать, я вам надеюсь, уже полностью разжевалом, я объяснил, почему приставки лучше, на данный момент, это лучше, это лучший выбор, для геймеров, даже если мы купим, у перекупа, как я вам показываю, цену за 1200 долларов, да, это в три раза дешевле, чем одна всего лишь, видеокарта 3070, которая вам, RTX'ы ваши, не потянет, так как 3080, например, да, а про 3080, я вообще молчу, она в космос улетает, со своими ценами, вот, вот так вот, пишите, что думаете, без обид, без обид, я прекрасно, я сам пользуюсь ПК, понимаете, сам, ну как посмотрел, блядь, овчинка в одинки не стоит, зачем мне это нужно, если приставки лучше, я пришел на газану, кресло у меня удобное, такое байбарское, я прямо сел, сонечку свою пищечку подключил и играю, понимаешь, и не парюсь, графика красивая, 4К телевизор, шахматный там какой-то, апскейл, шмейл, да мне без разницы, я не вижу на два, на расстоянии двух с половиной метров, что там, это ты сидишь, блядь, как шахматный конь у этого монитора и смотришь, так если посмотреть по статистике Стима, если посмотреть, какие же у вас, все-таки эти, получается, вы же сидите, там, по статистике Стима, на первом месте экрана, 1080, ну, 1920 на 1080, а то какие вам 4К, забудьте, а то PlayStation не тянут 4К, PlayStation и Xbox не тянут, честно, 4К, да забудь ты, твой ПК никогда в жизни его не потянет, вот, прекрасно, на телевизор 4К смотрится, даже шахматный 4К, вот так вот, мама не горюй, сижу, 60 кадров в секунду получаю, например, в последнем резиденте, и все, и в хуйню дую, а ты, блядь, ползаешь, блядь, три часа по форумам, и смотришь, какие бы мне это настройки графики поставить, чтобы мне это поставить, ну, как бы мне там, как что-то поставить, там вот это такое, вот поставить, что-то понизить, повысить, чтобы вот, хоть немножко, полтора FPS мне добавилось, устал я от этой хуйни, я тоже лазил, у меня был ноутбуки, блядь, я хотел над этим ноутбуком запускаться, ну, давно еще, блядь, бородатые времена, там, лет 10, наверное, назад у меня были ноутбуки, тоже лазил, и что только не делал, блядь, там, конфигурациями, чтобы немножко хоть играть, устал я нахуй от этого я хочу играть а не мучиться блять я хочу играть и я играю я купил включил у меня запустилась играет работает все не паришь картинка красиво сочная четкая офигеть играю они блять лазить по полчаса блять на этих форумах и смотреть какой же мне конфиг под мою систему нужно блять подглотать подделок полтора лишних фпс а было нахуй пока консулировали у меня все подписывайтесь на этот канал есть говорят только правду игровую здесь не идут за мнением стада потому что хорошо идти за мнением стада потому что у стада у стада сами видите что 1060 но ну в смысле стадо что в основной массе людей конечно можно ему на раздвинуть булочки полежать да это консулировно вот у нас это 1060 лучше понимаешь я правда я говорю я реалист как оно и есть ты будешь реалистом они оптимистом посимистом люблю вас всех здоровья вам желаю пока пока